Упражнение маятник с одним ножом Сейчас задача стать перенести вес на переднюю ногу Нож в правой руке, дальняя, то есть левая нога является как рессора И переднюю ногу мы используем как ось, как рычаг А дальняя нога подпружинивает и задает вот это маятникообразное движение Начинаем с прямых кругов Задача раскрутить центр, через центр раскрутить плечо, локоть, кисть, соответственно нож Движение мы можем больше вытягивать вперед, приобретающих более колющую форму Можем подтягивать ближе к себе И тогда это более округлая, более режущая форма Вот здесь вот акцент был на локоть Но обращаю внимание на работу центра, на работу бедер, на работу дальней ноги Которая все время пружинит и задает импульс То же самое мы делаем с обратными траекториями, с обратными кругами Начинаем раскручивать в обратную сторону Дальняя нога пружинит Движение идет из центра Правая рука рисует обратные траектории Здесь также мы можем подтягивать ближе к себе Больше напоминающие движения на рез, похожие на рез И больше вытягивать их вперед, ближе к колу Здесь мы также можем играть с амплитудой Совсем короткая амплитуда и более массивная амплитуда Более объемная То же самое перекладываем в левую руку И продолжаем Центр Левая нога теперь у нас опорная Правая нога дальняя у нас как рессора Создает импульс И начиная с прямых кругов Ближе дальше Мы то вытягиваем руку, то приближаем ее к себе Самое главное, что задаем импульс из центра Здесь я специально акцентирую Делаю достаточно объемное движение Утрирую даже немножко На самом деле маятник можно скрыть И нужно будет его со временем скрыть Убрать внутрь, чтобы противник не понимал, не видел Теперь мы делаем обратные круги То же самое От себя движение Ноги, бедра работают, как и в предыдущем случае А рука уже перенаправляет эту энергию На обратные движения На обратные круги Делаем амплитудно Делаем коротко Самое главное, чтобы это движение было из центра Кончик линка описывает окружность Теперь мы опять возвращаем в правую руку И делаем следующее упражнение Мы рисуем несколько кругов в одну сторону Затем совершаем петлю И меняем направление реза Направление вращения В другую опять меняем Прямые траектории Переход Обратные траектории Переход Прямые траектории Обратные траектории Прямые Теперь делаем два круга Переход Обратные Два круга Переход Перед этим мы делали три круга Теперь мы сокращаем количество кругов Переходим на один круг Один круг И следующий переход Один круг в обратную Следующий переход Прямой Переход Обратный Переход и совсем убираем круги у нас получается движение по восьмерке то есть мы в верхней и в нижней части амплитуды делаем противоположные движения рисуя восьмерку нас именно это и получается и все мы повторяем на левую руку перекладываем нож в левую руку начинаем с трех кругов три круга прямые делаем переход три круга обратные переход прямые траектории обратные траектории прямые обратные теперь два круга и переход прямой прямой переход обратный обратный переход прямой прямой переход обратный обратный можно количество данных повторений сделать больше чем на видео но тем не менее важно понять принцип теперь мы переходим к одному кругу круг переход обратный переход прямой обратный прямой обратный прямой переход обратный переход прямой переход обратный переход и собственно восьмерка, когда у нас верхняя и нижняя часть амплитуды различны по направлению, этого мы добиваемся через фигуру восьмерка. Перекладываем в правую руку, запустили несколько движений, переложили в левую руку, запустили несколько движений. Сейчас задача поймать ощущение, которое возникло благодаря той инерции, которую мы достигли за несколько минут и запомнить это ощущение. На этом упражнение завершено.